Фанки вчера немножко солянулся за то, что так плохо сыграл в группах, но у нас все орги практически вчера в группах сыграли плохо, так что это ничего. Ну поехали. Сразу ставят домишки, это прикольно. Весьма оверкил на них пока внимания не обращает, это может выйти ему боком, это стать очень опасно, домишки растут. Миньончик-то уже под Изверином, два домика уже второго уровня, и просто сбивает HSP. Фил, я смотрю, строит свою игру больше на том, чтобы сбивать ударами под ЖК, видимо ее миньонов. Третий дом тоже второго уровня уже, а оверкил не обращает на них внимания. Девочки. Третий уровень! Ну я боюсь, что сейчас будет очень плохо. Где ДП? Нет, не реагирует. Я что-то уверен, что Фанки сейчас хотел бы ДП нажать, но почему-то этого не сделал. Хотел бы, если бы прочитал это, но я думаю, он немножко боится, все-таки это фактор. Я не знаю, что боятся, может быть вот в такой ситуации. Вот в такой ситуации боюсь уже ничего. Йоу! Аж ачивочку вылучил. А-а-а! Зачем, зачем ты попробовал выпрыгнуть? Зачем ты хотел выпрыгивать? Просто жди! Надо было сделать это хотя бы с ФД. И съедает Ганг Флейм зачем-то опять. Все, что сейчас нужно Фанке, это получить нокдаун и поставить еще два дома. Все еще не обращает внимания. Ага! Зачем не обращать внимания на дома, если ДП сразу бегом. Нокдаун? Да, дом. Забрасывает домами оппонента. Уже... Хорошая сейчас приема. Соло разбивает тупо миньоны из его приемов. Это верный знак того, что игра идет туда-пи сюда. Вот какая здесь была разница, что дом вырос почти до второго уровня, когда Фанке уже убили. Не уверенно, когда Фанке защищается. Не уверенно. Да, уверенно защищаться. Это прямо про Джеко. Если так-то подумать. По-бандитски так оверкил сжимает Фанка в углу. Дом, оп! Заблокировать нет, ну зачем? Хорошо! Хорошо! Успевает заблочить, но нет РЦ. К сожалению, дома разрушаются. Коверкилу просто повезло. Коверкилу просто повезло. Как же он провифал и сейфается, ну скажем так, типичной русской традиции. Тектрэп за тектрэпом Фанке немножко фейлит тайминги. ДП, второе делай! Ну что ж ты, ну ё-моё. Как-то не получается антиэрить у Фанке. Хотя он очень этого хочет. Сейчас ещё и закомбил бы, это же Мортал Контер. Клэш и тут же миньон вступает в дело. Такое редко увидишь. Будет он отдавать бурст? Нет, не будет. Всё правильно, не отдавай. Но оверкилу полный метр. И он зачем-то выбирает лететь с ДП. Что же делают Фанке? Не было метра для того, чтобы посейфить. Очень плохая ситуация, если честно. 3хс был, ну, на отвратительной дистанции, так скажем. Хорошо, есть нокдаун. Зачем-то убирает тыкву, видимо мисклик. Казалось бы, очень много сейчас оверфанке позволил, но потом он просто и бэшит его удар и наказывает на приземление. Пусть даже не сделал НТР. Будет нокдаун. Дом, дом. Хорошо. Законфермен, но здорово. Приходится отдавать бурст. Вылил метр оверкилл, ну, просто для того, чтобы его не убили за то, что у него вышло. Давай, зажимает в углу. Кладёт. Нет, Фанке, конечно, без шансов попадает. Всё, что ему оверкилл предлагает. Даже несмотря на то, что... Два дома уже третьего уровня. Два дома уже третьего уровня. Ух ты, неужели? Неужели? Приходится. И просто Тарантрейв. Что же ты делаешь? А ведь мог овердрайв набрать? Он должен был это сделать, но... Да, я не понял. Я этого не понял. Да, просто не проходит сквозь три удара до ста, даже с ДП. Инволов на всё не хватает. Не угадывает Фанке, думает он зачем-то, что оверкилл будет прыгать. Там как плотно будет всё и выбраться от него. Да, вот, видимо, как сейчас, но всё-таки не на той дистанции. Припы пошли. Оверкилл ты начал дома контролить, причём специально, не тогда, когда получается. А это матч-поинт для оверкилла. Мэш-поинт. Ну что, первый вагон отошёл на станцию. Переходим в депо. Один мой пока в пользу. Я бы сказал, что он разгоняется. Поезд разгоняется чисто. Выходит локомотив на дорогу. Вагоны без стоперов. Едут по наклонной. И еду в Магадан. В Магадан. В Магадан. В Магадан. Следующая пара Ашимриад и 2С. Ашимриад это золплеер. 2С это зата плеер. Ну, посмотрим, что у нас тут будет. Вообще-то говоря, мне кажется, что Ашей было бы лучше сыграть Мирор с оверкиллом. Сол Мирор. Но почему-то они решили сделать так. Но это блайнд пик. Всё может случиться. Я думаю, что Фанке и его Джеко было бы проще отыгрывать матч-ап с зата. Ну, скажем так, да. Как минимум они не могли знать, кто там будет против кого играть. Так что... Такое себе. Полная пись! А всё? Что у нас скрины неют эти? Там же и для командников тоже чары есть. Ну, пока решил я этого не делать. Из-за этого всё равно. Что у нас теперь похоже? А? Что у нас с Эльфек на топ-8? Я сделал это сделать. Супер. Я просто с собой фантышок на флешке был. Я вот на ноте шпок-шпок. Друга. Так, поговори пока ещё-нибудь. Мне нужно заняться одним очень важным делом. О-о-о! У нас versus скрины будут. Ну вот зачем ты это сказал? Они у нас и так будут. Это, можно сказать, тизер. Ну, да. Ладно, готовятся. Баттон чек будет, не будет. Баттон чека будет? Игроки готовы. Баттон чека не будет. Игроки готовы. Баттон чека не будет. Начинаем сразу. Да, начинаем чисто сразу. О-о-о! Ашимриат решил играть на куме. Это его второй персонаж. Наверное, он решил, что ему будет проще так бороться со зверем. Возможно, просто держать Зата, соответственно, вблизи, не выпуская. Скажем так, тебе не придётся бороться со зверем, если Зата и сможешь его вызвать. Я бы сказал, что у Соло инструментарий в этом плане не меньше У Соло скорее контрмеры к этому То есть не то, чтобы не давать вызвать А вблизи-то Соло держит гораздо хуже, чем Кун Непонятно, сможет ли Аши показать его на Вортексах Вот, поехал Вортекс, законтрил БШ Есть метр, можно продолжить с маленьким шариком прессинг Подождал зверину, вот 2С, как бы, тоже совершает эту ошибку классическую Что забывает про шарик Интересный вифовый сетап Снова зверь отдался Пока еще можно вы... Амбуля! Затарол, конечно, но, увы Но снова пытается свои комбы делать Аши Он это очень любит Не дает эрдэшиться вообще на себя 2С И слоу контрит БШ, да Нет, 6Х не наказан Нужно просто... Хорошо, хорошо Черт подери, какую же грязь сейчас 2С на Аши делать Тут сработало бы что угодно Любой трейд хотя бы И Аши это знал Не дает, не дает делать Не может понейтралить Не может вообще ничего сделать в этом плане Но зверя нет? Нет, просто минус бурс Можно? Нет Можно? Нет А можно я напрыгну? Там без зверя можно было бы больше играть горизонтально в конце концов Но почему-то Аши решился И как же он прочитал? Вортексы! Будет нокдаун Только не запари нокдаун Нет, вот нокдаун Нокдаун Овердрайв Еще! Чисто по Соник Фоксу поиграл Как же он сильно поднялся Приземлился на зверя, да Как же он сильно поднял персонажа буквально за год Боже мой, это кум, на которого очень приятно смотреть Очень хорошо Понятно, чем было вызвано Вызвано его решение Пикнуть кума Пикнуть кум, точнее Ну здесь сказывается в том числе и то, что Еее, японские комбы Зата, видимо, не очень хорошо знает этот матчап Конкретно 2С А здесь даже это видно По тому, как он ведет себя с шариками То есть он очень часто просто забывает о существовании 6ХС Дидвайпер, это комбо, да И если ты заметил, он зверя отдает практически стабильно В каких-то определенных ситуациях Где Ну в общем, тупо не знает, как отыгрывать зверя в этом матчапе тоже И поэтому отдает его регулярно Опять же, ВШ вейки Вот я думал, сейчас Аши бросит Нет, ВС оказался хитрее в этом плане Вроде бы он что-то видел, что-то об этом знает, но не может реализовать, потому что нет практического опыта Интересно, зачем Бурстон отдал, потому что преимущество на стороне Аши было Какие хорошие удары, какие кнопки у этого персонажа Ну, ХЗ, нормальные кнопки, скажем так Это очень хорошая кнопка, она почти такая же, как джамп кик лево Ну Сколько же там активов, как же это здорово Да, довозит таки до угла, но здесь будет регулярно Он, к сожалению, не подбирает Попал, потому что одним ударом не попал Снова отдает зверя в шар 2С все пытается набрать Шамриата Не, ну, 2С, конечно, внезапно очень сильно прокачал свой нейтрал Но это матчпойнт для Аши Мриата Как минимум в этом матчапе Хорошо Интересно Но Бист есть, сейчас нужно быть осторожнее Да, он что-то знает И просто делает моваре Хорошо, кстати, вызвал Биста сейчас Да Бимов на Биста С 6хс, да, здесь можно поступать просто как матчапе с Чиппо Музата Ух ты Неплохо, неплохо Коронные бросочки Аши Мриата Вортекс пошел, приходится отдавать Ой, Борс-то какой плохой Комбит, будет нокдаун, будет нокдаун И снова Вортекс Но все, все заблочено Есть ЮРЦ Аши Мриат Метр отдает весь и все равно не пробивает 2С Тот включил великую стену Нужно убивать зверь А как-то зверь снова здесь Офигеть 1-1 2С растет на глазах Аши не может перестроиться пока что Нужно что-то сделать Напирать на те моменты, которые выигрывали ему прошлый матч Единственное, что у 2С никак, так сказать, не прокачается Он все так же плохо отдает зверя периодически Да, от этого нужно играть Потому что он пытается нейтралить вот таким образом Это, кстати говоря, часть философии 2С Он сам это объяснял А если он может отдать зверя И при этом разменяться как-то в нейтрал То он пытается это делать Другое дело, что он здесь явно не видит ситуации В которых он может в нейтрал разменяться с плюсом для себя Да, он в основном Он очень часто сейчас, как минимум в этом раунде Два раза отдал зверя под шарик То есть кун просто пускает шарик Он призывает зверя и зверя сразу же убивается Я бы сказал, что это абаре плей в стиле Зато Но не может его сейчас 2С отграть 2С у нас в целом-то адепта Баре Короче, он это никогда не отрицал Даже наоборот говорил, что так и есть К сожалению, падает на шарик Не получается получить нокдаун Ну, с этого шарика нокдауна, в общем-то, и не было бы Хорошо, Вортекс Будет Вортекс Пытался бросить слишком нагло Но зверь снова умирает Достец Спасибо, мистер, достец Нет, нокдауна нет Аши просто ждет Бэше Вот ждет, когда Бэше закончится Хорош Шикарно Да, очень неплохо Аши зарабатывает тачкоды своей командой Теперь Ашимрят и оверхилл Аши зарабатывает тачкоды своей командой Аши зарабатывает тачкоды с командой Ждёт Ушимриан сейчас своего оппонента. О, как же это было напряжённо. Спасибо, что смотрите нас. Да, Шаркума отражается Зата, но он отражается всегда как один, как Проджектайл в один хит. Ну, а у нас, соответственно, два вагона против объединённых Ушимиратов. Смотрите на наши чудесные заставочки. А, Е, заставка! Надеюсь, что я угадал с персонажем и Аши будет играть на Куме. На Кум. Собственно, так оно и происходит. Да, поблагодарите Тетракса, который делал для нас месяц эти чудесные заставки. Я думаю, что заслуживает. Перейдём, соответственно, непосредственно на экран игры. Увы, никаких салмиреров. Аши решает выбрать Кум. Между прочим, после этой игры у нас определится первая пара лозеров в топ-4 командного турнира. Так что это очень важно. Интересно, насколько хорошо оверкил знает этот матчап или насколько хорошо его затащит, его знания нейтрала и фундаменталов этой игры. И я пришёл сюда, чтобы разобраться в этом. И пытается, соответственно, зажать его в углу через Ганфлейм УРЦ. А у него выходит даже лучше. Он выходит на Камбу, копит Супер и убивает Аши Ряда. Очень неуверенно, очень неуверенно. Что-то надо с этим сделать. Ох уж этот нейтрал, Кума. Ох уж этот нейтрал. Нокдаун? Нокдауна нет. Сейчас ты получишь? Ну сейчас ты получишь нокдаун? Хорошо. Пускай в чёрный бит, но нокдаун есть и 6 ХС наказал. Не стал в Камбите в Дед Вайпер. Да, не то расстояние, совершенно не то. Ииии, на голу! Хайп, хайп! Увы. А тут предательский шарик. Опять забытый всеми шар. Залетает откуда-то из-за спины. Да, Шемриар что-то понимает в мысленном управлении. Чисто телепатическая связь с шариком. У соло удары всё ещё быстрые, как мы выяснили. Куму сейчас нужно только в стартер поиграть. Пытается из-за всех сил в это говно развести Аши, но... Приходится отдавать бурст. Да, у него это не получается. Нет, никаких прыжков. Швортекс, конечно. ДП забейтено. А я сейчас объясню, почему Аши забейтил это ДП. Потому что он сам делает ДП. Как же хорошо. Сильно, сильно. Одна победа в нашей команде объединённые Аши Гераты, чтобы пройти дальше. Это 1-0. Ну да, это 1-0. Между Оверкилом и Аши Мриатом. 1-0 финального сета. Аши на шаг ближе к победе для своей команды. Шестерёнки крутятся, комбы мутятся. Да, отличный Вортекс. Руж! Даже приходится отдавать бурст и он попадает просто в ещё один Вортекс. Сейчас его бросил на Шарик. Нет, Шарик таки не долетел. Оверкил это знал, поэтому это была такая агрессия. А, очень плохо. Здесь можно было отъесть вообще на очень много ХП. Есть иногда он, есть иногда. Но Оверкил что-то и Ад запорол. И вот поэтому, вот поэтому, потому что он запорол тогда 1-1 Ад, он сейчас получил вот это вот Адище. Это матч-поинт для команды Объединённые Аш-Эмираты. Выдыхает солнышко. И солнышко это матч-поинт. Ещё солнышко, маленькое. Солнышко маленькое. Солнышко ещё поменьше. Кавайное солнце, гламурное солнце, пафосное солнце. А тупое есть. Нет. Кавайное солнце. Хорошо. Нокдаун. Кавайное солнце. Пламя! Балуун! Да. Выпустил фламя. Вот, кстати, вот этот шарик можно было и не дать Аш-Эмриату призвать. Очень уверенно. Прямо отомстил за первый раунд. Подрестерялся и всё-таки... Примерно начинает проходить дальше по бенерафу. И всё-таки... Раунд-на-минт. Раунд-на nights. Примерно на этот шарик. Раунд-на-минт. Продолжение следует...